Доброе утро. Уже думала, не буду записывать видео, но все-таки сегодня 31 декабря 2023 года. Время сейчас около 9 часов утра. Муж у меня работает, я его привезла на станцию, чтобы он поехал на работу, и решила записать видео. Речь в моем видео пойдет о антидепрессантах и алкоголе. Это чистый личный опыт, люди, которые только что столкнулись с депрессией, с тревогой, с какими-то эмоциональными расстройствами, и начинают только сейчас пить антидепрессанты, или уже пьют достаточно долго, или зашли, и, соответственно, улучшилось у них состояние, и всегда задаются одним и тем же вопросом. Я в свое время также задавалась, совместим ли алкоголь с антидепрессантами. И не то, чтобы я задавалась напиться или что-то там еще сделать, я знаю, что всегда есть противопоказания, и этого делать, соответственно, нельзя. Но я вообще сама по себе такой человек, что я не пью, не курю, спортом занимаюсь. Ну, бокал шампанского, например, или вина в праздник один раз в год, почему бы нет? В последнее время я категорично отказываюсь от алкоголя, мне он радости не приносит, напиваться я не люблю, состояние мне не нравится в алкогольном опьянении, и я умею радоваться жизни, и вообще играть в какие-то игры, и быть пьяной от жизни, а не от алкоголя. И со мной всегда интересно, радостно, и иногда даже говорят, Лиль, кто выпил, мы или ты? Не понимают. Ну, и меня уже давно не склоняют выпить. Но все равно бывают такие дни, да и вообще у меня есть дача, я делаю вино из сливы, я делаю вино из черноплодки, они очень вкусные, и почему бы свое вино и не попробовать, и не выпить, например, бокальчик в свой день рождения. День рождения у меня 1 декабря. Значит, в свое время я задавалась таким вопросом, можно или нельзя, совместимо или нет. Так вот, я попробовала на опыте, если вы, там, бокальчик или рюмочку коньяка, там даже две, может быть, рюмочки коньяка, даже бокальчик, два бокальчика шампанского, вина, может, даже полбутылки вина или шампанского, я очень люблю асти, мартини, я очень люблю мандору шампанское, я исключительно их пью. И почему бы не выпить? Я совмещала, я принимала антидепрессанты и, соответственно, как сказать, употребляла алкоголь. Ничего не было, вообще ничего не было, но нужно понимать, да, первое, должна быть допустимая дозировка, не надо напиваться там две бутылки водки, вы выпьете, да. Это я не пробовала, честно вам скажу, это я не знаю, как действует, поэтому только вот чисто в допустимых таких вот пределах ничего не происходит, не усугубляет ни состояние, ни хуже, ни лучше, ничего не происходит. Вообще, ну, я как бы ничего не почувствовала. Поэтому если у вас есть можно-нельзя, ну, как бы можно, чуть-чуть можно. Если вы все-таки находитесь на заходе на антидепрессанты, если у вас еще нестабильное состояние, если вы не занимаетесь психотерапией, если вы все-таки чувствуете какие-то симптомы или звоночки, депрессия, тревоги, ну, в общем, дискомфорт, неважно, как он проявляется, душевно или соматически, физически, в теле вы его чувствуете, ну, я бы лучше бы не стала делать, пить, употреблять. Я бы все-таки, наверное, сделала акцент на радость, на какие-нибудь безалкогольные штучки, дрючки, и не затуманивала свое сознание. Все-таки алкоголь является депрессантом, и он мощный депрессант. Иногда даже есть случаи, когда именно он вызывает и депрессии, и все такие вот симптомы, синдромы. И фенибут, между прочим, лечит именно вот алкогольное опьянение, как правильно сказать, потому что в алкогольных зависимостях я не спец, но, тем не менее, это вот те препараты. И нормотимики тоже самое. Эпилепсию может также вызывать и алкоголь. Вообще, как Альберт Элис говорит о том, что эпилепсию могут вызвать все эмоциональные, то есть эмоции, сильные эмоции, и у кого-то начинается на фоне эмоциональных таких качель депрессия, у кого-то эпилепсия, ну, у кого-то разные болезни. То есть, как правильно говорится, что все болезни от нервов. В общем, друзья мои, я сразу скажу вам, против курения, против наркотиков, против алкоголя. Есть исключения из правил, и в допустимых дозах почему бы нет? Ну, конечно, это не наркотики. Лучше как бы от них держаться подальше, скорее всего. Вот, и если вы достаточно хорошо себя чувствуете и понимаете, что вы можете совладать своими эмоциями, и знаете, что можете выпить бокал, а дальше потом не пить, то, пожалуйста, мне кажется, всем от этого будет только лучше. В общем, друзья, держитесь, и выйдем, наверное, уже до встречи с вами уже в новом году. Почаще улыбайтесь и почаще думайте о позитиве, о каких-то хороших моментах, а вообще все-таки находитесь здесь и сейчас, даже не позволяйте себе жить в прошлом и будущем. Не думайте даже о счастье и грусти в прошлом, потому что начнете думать о счастье, а потом завертится и подумаете, о, а было еще вот так, и постепенно не заметите, как спуститесь вниз. Поэтому живите здесь сейчас и настраивайте себя на положительное. Очень много зависит то, что находится у нас вот именно тут. Все. Всем удачи. Да, скорее всего, до следующего года. Пока-пока.